Гриша достал псалтырию. Рассказ Евгения Рязанцева. Гриша достал псалтырию и изготовился. Как всегда, начинали трястись руки, и по всему телу пошла дрожь. Гриша всегда боялся этого момента, и ему стоило всегда сил и безумие преодолеть этот момент, открывая книги. Собственно, самой псалтырии в традиционном понимании у него не было. Однажды он нашел старый переплет от этой книги и решил написать ее сам, потому что, зная историю некоторых псалмов, как-то не вязалась она с его движением души. Ну вот что это? Псалмопевец Давид грохнул своего генерала, чтобы трахнуть его жену, и теперь он плачется. Помилуй, Господи, душу грешную. Трахнул бы осла или ослицу, осел бы даже и не бегнул, и убивать никого не надо. Можно сказать, и не такой же грех совсем осла трахнуть, или козу. И кайся себе от зари до зари. Все бы только радовались, какой у нас царь, богобоязненный. Бога он, конечно, не знает, и никто не знает, но сыт в правильную дырочку. Собственно, другого и не требуется. Вот, исходя из этих незамысловатых соображений, решил Гриша написать свои, если можно так выразиться, псалмы. Генералов он, конечно, не грохал, хотя иногда хотелось, но чужих же он с пяток наберется. Хотя он это грехом не считал, а даже наоборот, в качестве духа спасительного вдохновения. Вообрази, я здесь одна, меня никто не понимает. Баб Гриша не очень любил, уже по опыту. Высосит, выбросит. А если еще и влюбишься, потом хоть вешайся. Ну, слава тебе, Господи, все, все проходит. Вот в такой период и нашел Грише обложку, на черном фоне церковный шрифт. Заглянул внутрь Гриша и ура! Ни хрена нет. Очутился он на необитаемом острове посреди духовного океана. Козы нет, а слов хоть отбавляй, но не те. Ни бей, ни ме, о царстве небесном. И решил Гриша забыть все. Чего не знал, и вспомни то, что всегда перед глазами, потому что не видно. Слышно иногда или чудится. Вшил он в обложку пачку бумаги и начал писать. Только вот не просить, не каяться, ни неизвестного Бога хвалить. Он и не думал, а начал он слушать пустоту до безмолвия. И это и записывал. Оказалось, совсем не трудно. И семинарии заканчивать не надо. Впрочем, туда совсем не за этим ходят. Это примерно как «О чум молчит кукушка». «О чум молчит кукушка».